Как показал опрос, большинство ангарчан знают, что такое праймерис, и многие даже готовы посетить в свой выходной день пункты для голосования. Ну, конечно, слышно. Вот что вы об этом думаете? Нужны они? Нужны, конечно. Нужно выяснить ситуацию, кто за кого, как народ будет голосовать. Надо выяснить, конечно. Да, читала. Читала. Вы как относитесь к предварительному голосованию? Ну, как относитесь? Ну, чтобы люди заранее знали, за кого голосовать. Вы сами пойдете? Ну, да. Я здесь живу. Мне кажется, сейчас лето, и народу мало будет. Ну, наверное, все-таки нужны, потому что все равно мы же не знаем. Мы даже не знаем с газет. Вот только я сейчас узнала, что предварительные выборы будут у нас 6-го числа. Ну, в общем-то, я не против. Однако встречались и те, кто разочаровался в местной власти и не выражает доверия предложенным кандидатам. Вообще-то выбирают-то они, я не знаю, как выбирают, что эта власть, она вообще ничего не делает для народа-то. Они только для себя стараются сделать что-то полезное. Ну, лично я нет. Я бы не пошла. Я не ответственный гражданин России, но думаю, что очень многие люди ходят, друзья мои ходят обязательно. Ну, у них вот долг пойти на выборы, то есть посмотреть какие-то предвыборные кампании. Ну, у меня, к сожалению, такого интереса нет пока. Возможно, в будущем. Среди опрошенных были и такие, кто знает кандидатов и уже определился с выбором. Петров – это имеет свое дело, работает где-то, да? У него какой-то свой интерес, свое предприятие большое. Ну, а как человек, я скажу, что он неплохой так-то. Я с ним как-то… Не то, что… Я его видел. Да, знаем. Человек очень хороший. И, наверное, голосовать буду за него. Ну, он, в общем, авторитетный, хороший человек. Тем более, он пользуется успехом людей, работу дает, стабильный заработок. Так что, вообще, стройкомплекс – это контора очень хорошая такая. Ну, вы за него будете голосовать? Обязательно, обязательно. Я неоднократно в прессе читаю о нем, да и в телевидении, по-моему, как-то упоминали про него. Так что, он достойный человек. До предварительного голосования осталось два дня. И у Ангарчан еще есть возможность ознакомиться со списком кандидатов и выразить свою гражданскую позицию. Елена Токмина, Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.